Девушки отдыхают Девести тридцать баксов завалялось в кармане? Нет. Просто нужно забрать у того, у кого завалялось. Так вот, представляешь, я до утра семь раз успел. Я слыхал, этот на таблетках сидел. Че за таблетки? Вы знаете, говорят, это для избранных. Понимаете, мне вас посоветовал Виталий Сергеевич. Приходите завтра, пожалуйста, к двенадцати. Угу. Спасибо. Ты че хочешь из меня зомби сделать, как с этого своего Старкова? Ты че сказал? Подожди, ну кто-то же что-то должен об этом знать, правильно? Там, может, родственники его, например. Просто был один химик, вообще гениальный человек. Он придумал их какой-то заменитель, абсолютно натуральный. А вы знаете, где найти этого химика? Да. Здрасте. Опять вы? Опять я. И опять по поводу Бориса. Что надо? Скажите, может, остались какие-то там записи, какие-то там формулы? Хоть что-нибудь, что касается препаратов, которые он делал для Старкова. Я же вам говорил уже. Борис умер. Записи не осталось. Точно? Точно. Ладно. Спасибо. Просто он создал очень сильный наркотик, на который сейчас подсаживают всю молодежь. И он был единственным, кто мог нам в этом помочь. Ну, нет так нет. Будем искать другие варианты. Извините. Подожди. Это как подсаживают? Насильно, что ли, подсаживают? В том-то дело, что не насильно. Просто подливают в коктейли в клубах. Вот и все. Ладно. Нет времени. Подожди. В дом зайди. Есть разговор. Старт и финал. Деньги и криминал. Вспоминай имена. Это кто? Это мы снова. Жизнь и цена. В деле два пацана. И они силой слова перевалятся. Снова дэд. Старт и финал. Деньги и криминал. Вспоминай имена. Это кто? Это мы снова. В жизни и цена. В деле два пацана. И они силой слова перевалятся. Снова дэд. Ну, как? Хорошо. Хорошо, что мы перенесли сеанс Тимура. Почему? Гусь, ну вот что ты собираешься с этим делать? Как это? Разводить Тимура? Вот хоть кто-то из вас понял, что это тупо перекрашенный металлоискатель? Ну, я понял. Я нет. О! Михалыч, ты что думаешь? Че я? Че я? Я бы не понял, что это такое. И я бы не понял. 3-1 ты проиграл, чип. Оставляем металлоискатель. Делайте, что хотите. Я в этом всем участвовать не собираюсь. Надеюсь, металлодетектор проканает, как современный 3D-сканер организма. Будем надеяться. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, проходите. Прошу вас. Сюда? Да, прошу. Скажите, доктор, вот мне просто интересно, вы можете раскрыть секрет вашей методы? О, да. Вот сейчас мы включаем ультрафиолетовое излучение. Угу. Поэтому закрывайте глаза. Закройте глаза, закройте. Включаем. Так вот, в моем приборе встроен специальный аппарат, который излучает инфракрасные лучи. И вот за счет разницы длины волны на датчике мы видим результат работы прибора. Закройте, закройте глаза. Начинаем сеанс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас проблемы с этим, это... Вы знаете, только наши таблеточки смогут вам помочь. Ты что, меня за лоха держишь? Думаешь, поводил по мне покрашенным металлоискателем, и я за это отвалил бешеные бабки? Да как металлоискателем? Это современный 3D-сканер организма. 3D-сканер? Да. Ага. Ну тогда другое дело. Сейчас только деньги достану. Ага. Ну что, меня обуть решили, черти. Сюда быстро перешел. И за ширмы выходим по одному. Опа! Какие люди! Ну что, кто первый? Бах, 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 бах! И что, прям всех убьет? Нет, ты что? Всех убьет, а тебя оставят в живых. Ты, как обычно, будешь приходить домой, гулять с Марго, пить пиво по вечерам. Все вообще, все будет... Да я понял! Давайте думать новый план. Вот-вот. У кого есть какие идеи? Честно говоря, я не знаю, зачем они его так используют. Началось это где-то 2 года назад. Ко мне приехал некий Тимур с братками. Он сказал, что у него есть артист. Артист, который очень сильно присел на героин. И попросил меня изобрести какой-то препарат, который бы был менее вреден для организма. Я согласился, потому что решил помочь. Но в конце концов, его можно было бы применять другим наркозависимым людям. Я его создал. Но допустил ошибку. Препарат оказался действительно сперва менее вреден. Но потом, последствия абсолютно не лучше. Ну так, а что вы сразу им об этом не сказали? Так говорил я. Говорил, еще и еще. Они мне слушать не хотели. А потом мне сообщили, что артист умер. У меня совсем опустились руки. Да я и представить себе не мог, что они будут продавать это в клубах подросткам. И я не мог представить. Вот потому к вам и пришел. Потому что хочу узнать, что это за наркотик, чтобы попробовать его как-то запретить. Но в этом-то и есть самая большая проблема. Как запретить его, я не знаю. Это абсолютно новый препарат. Я его создал из двух разновидностей дезаморфина. Метилморфинаноктанола. Ладно, расскажу рабочекрестьянским языком. Есть компонент А. Угу. Есть компонент Б. Они вступают в реакцию и рождают собой вещество С. Самая большая проблема состоит в том, что ни А, ни Б, ну и естественно, ни С не содержатся в реестре наркотических веществ. Я когда это придумал, я был горд собой. Ну а сейчас я не знаю, что с этим делать. Ну а как там, можно нейтрализовать наркотик? Нейтрализовать наркотик. Молодой человек, ну нельзя сотворить зелье, которое бы избавило весь мир от наркотиков. Эту дрянь нужно только запретить. Вот этим-то и занимаемся. Да не сбивай! Ну, прошло 15 минут. У кого какие варианты? Можно я? Можно я? Надо показать, как вот это вот именно все работает в экстремальных условиях. Ни хрена не понял. Значит, сделаем так. Здравствуйте. Здравствуйте. Я обождать? Нет, это дело 5 минут. Это постоянный клиент. За месяц уже третий раз оживляем. В смысле? Ну что в смысле? Человек ведет разгульный образ жизни. Подсел на нашу методику. Уже совсем ничего не боится. В этот раз его машина сбила. Ничего себе. Я думал, человека оживить невозможно. В наше время все возможно. Так вот. Подождем секундочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Который час? О, почти 7. Егор Валентинович, ну как же так долго? Да мне же на 6 часов в бассейн надо было. Извините, пожалуйста. Что извините? Что извините? Если мне на 30 штук меньше получишь. Ну, так и будет. Вон, кстати, ваша одежда. Да. Завтра утром могу опять к вам попасть. Так что до утра. До свидания. Будем ждать. Завтра. Приходите. Смешной человек. Эн, и сколько стоят ваши таблетки? 200 тысяч. Да хоть 300. Беру. Да хоть 300. Беру. Прикольно. Нормальная же идея, а? Вы что, прикалываетесь? Вы реально думаете, что Тимур поверит в то, что кого-то можно воскресить? Ну да. Ладно, есть у меня одна идея, но для этого нужно очень много всего сделать. И у нас очень мало времени. Поехали. Здорово, Тимур. Здорово, Ваня. Я по поводу пятницы. Флэера напечатали, они уже в продаже. И по первому наплыву ожидается аншлаг. Отлично. Вообще сегодня все как-то складывается. В каком смысле? Ты поговорил с режиссером? Мы что, согласен? Нет. Ну, это мои личные вещи. Моя личная тема. Короче. Вышел на контору, которая изготавливает персональные таблетки. Секретная разработка лечит от всего. Короче, сегодня заказываю первую партию. Какие персональные таблетки я о таком вообще в жизни не слышал? Вот видишь, даже если ты об этом не слышал, значит, таблетки действительно секретные. Ты смотри, просто сейчас есть конторы, которые подделывают все. Смотри, чтобы тебя не кинули. А то попахивает каким-то лохотроном. Ну, ладно, деньги твои, и я не лезу. Просто будь аккуратней. Да, Ванечка, спасибо. Я обязательно прислушиваюсь к твоему совету. Ладно, я пойду. Да, да, иди, иди. Спасибо, Ваня. Спасибо. Да, Ванечка. Зависть. Первый шаг к бедности. Никто меня не кинет, если попробуют. А как ты меня нашел? Это ты так на дно залег? Подрезал телефон ментовского сыночка и дома сидишь? Ты дважды дебил. Сань, нафига ты пришел, а? С отцом твоим хочу познакомиться. Узнать, может, ему ремень подарить и научить, как им пользоваться? Никого нет дома. Ничего, я подожду. Миша. 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 Спасибо, Ваня, от погибели. Загонять с джебушками. То есть, ты телефон вырвал, чтобы батя напохмел был? Миша, что ты сразу не сказал? А, но тебе надо. Что ты вообще ко мне прицепился, а? Воспитатель хрен. Вообще-то я помочь хочу. Я тебя просил. Миша. Миша. Да не волнуйся, ма. Кто там? Он уже уходит. Мы уходим. Помоги маме собраться. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Войдите. Проходите, присаживайтесь. Пожалуйста. Ну что, вы готовы? Сейчас, секундочку, извините. Да, теперь готов. Пистолет. Пожалуйста. Что-то пистолет. Все нормально. Пока все идет по плаву. Не двигайтесь. Плин, чип нам хана. Ничего хорошего сказать не могу. Все-таки мои подозрения подтвердились. В общем, нужна операция. Я могу чем-то помочь? Здесь мы уже ничего не сможем сделать. Нужно лечение за границей. И, насколько я знаю, стоит это очень дорого. Я найду деньги. Сколько есть времени? Саш, мало. Ну что? Ничего, Миш. Все нормально. Просто твоей маме нужно профессиональное лечение. Все плохо, да? Да не. Прорвемся. Миш, маму отвезут в Израиль. Там очень хорошие врачи. Ее обязательно вылечат. Нет. Вы думаете, я не знаю, сколько это все стоит? Где я деньги возьму? Что-то придумаем. Ну и где он? Мы ему бабки намутили, а он опаздывал. Гусь, во-первых, у него есть еще две минутки. Во-вторых, Саня не знает, что мы намутили ему бабки. Да, точно. Он же не знает, что бабки у нас. А давай ему не скажем, а бабки поделим 50 на 50, а? Гусь. Шучу, шучу. 70 на 30, да? А? Привет, пацаны. Что за спешка? Короче, Саня. С сегодняшнего дня никуда спешить не надо. Вот 200 штук, завтра ты уходишь с лейба. Да настоящие, настоящие. Ось, я тебя на два дня оставил. Откуда бабки? Короче, Витцер помог со связями. Наша комменда, оказывается, прирожденная актриса. Егор и бомж, но... Стоп. Чип, давай ты, чтобы сразу слышать правдивую историю. Сань, как ни странно, вот это и есть правдивая версия. В общем, слушай. Лусь, ну что у него там еще болит? Блин, вроде печи. Сейчас выделим печи. Ну вот, собственно говоря. Ну все, у нас есть результат. Так, вот ваши результаты. У вас подозрение на цирроз печени. Откуда вы это узнали? Аппарат показа. Легкая стадия панкреатита. Негрени бывают? Угу, да. Ну, оно и не мудрено. Внутричерепное давление у вас в три раза выше нормы. И что, вы продадите мне эти ваши таблетки? Ну что же вы, милок, спешите-то так, а? Прошу вас. Сегодня мы оформим заказ. А таблеточки-то едут из-за границы. Так что две недельки придется подождать. Блин, что они делают? Какие две недели? А нельзя как-то ускорить процесс? Ну, я понимаю ваши переживания. Но нервничать вам нельзя. Сердце у вас слабенькое. Это у нас стандартная процедура. Вы понимаете, даже сам Якушев месяц ждал. Кто? А, не знаете? Я мог бы доплатить. У меня с собой сейчас есть только 200 тысяч, но завтра утром я мог бы перечислить на любой указанный вам счет, недостающий. Да мне прям вас жалко стало, да? И деньги у вас с собой? Ну, да. Ну, я сейчас посмотрю. Что ты там пишешь? Пишу номер счета. Пусть доплачивают. Ну, вот они. Принимать надо два раза в день. Утром и вечером. Уже сегодня вечером я смогу, да? Да, 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 да. Сегодня. Да. Давайте, давайте. Да, да, конечно. 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 Черт, пожалуйста. Раз. Вот. Два. Можно, да? Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Рады слушать. Спасибо вам большое. Если схема канает, то значит удача придет. Удача придет. Если в делегу, значит выходит конкретный развод. Про конкретный развод. Если схема канает, то значит удача придет. Про удача придет. Если в делегу, значит выходит конкретный развод. про конкретный разгон. Скажи, гениально. Кинуть Тимура на 200 штук, чтоб потом эти 200 штук ему вернуть. Согласен. Я не понял, а ты чего расстроился? Из-за того, что мы не в плюсе? Сань, или ты не хочешь с лейбла уходить? Да нет. Сань, что случилось? Опять, малую, кого-то мобилу отжал? Короче, малую, я не просто так воровал телефон. У него у мамы очень большие проблемы. В общем, нужна очень большая сумма на... на операцию. Вот такие операции. Твою... Не знаю, что делать. Сань. Саня. Деньги твои. Тебе и решать. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok